Hallo, ich bin Lira, и в этом видео мы разберёмся с глаголами, да и не только с глаголами, которые управляют предлогом auf. И вообще я очень надеюсь, что после этого видео вам станет легче с этой коварной темой управления глаголов, потому что мы научимся немножко переделывать немецкие глаголы, чтобы эти предлоги запоминались легче. Итак, начнём с auf. Auf – это на. Zum Beispiel, auf dem Tisch liegt mein Armband. Начнём с того, что полегче, войдём в ритм, да, и возьмём глаголы, управление которых такое же, как и в русском языке. То есть оно совпадает с нашим, учить там особо нечего, да. К примеру, отвечать. Antworten. Отвечать на. Мы говорим по-русски. И немцы тоже. Antworten auf. Ich antworte auf deine Frage. Я отвечаю на твой вопрос. Или надеяться. Ich hoffe auf dich. Я на тебя надеюсь. Ich hoffe auf deine Hilfe. Я надеюсь на твою помощь. Или sich verlassen тоже auf. Видите, у нас был Аккузатив, да? Sich verlassen auf jemanden, Аккузатив. Итак, ich verlasse mich auf dich. Я полагаюсь на тебя. Ситуация на дороге. Аchte auf die Straße. Konzentририруй dich nicht nur auf dein Navи. Аchte auf die Straße. Следи за дорогой. Можно так перевести, но лучше-то нам сказать. Обращай внимание на дорогу. Ахтум. Внимание, да? Не концентрируйся только на своем навигаторе. Das Navi. Навигатор. Аchte auf die Straße. Konzentriere dich nicht nur auf dein Navi. И еще один глагол. Обратите внимание на примеры. Может быть, вы сразу догадаетесь, чем же он отличается от всех предыдущих глаголов. Итак. Bestehen auf. Nastaивать на чем-то. Ich bestehe auf meinem Standpunkt. Я настаиваю на моей точке зрения. Oder? Ich bestehe auf dem Recht, selbst zu sein. Все услышали, что здесь идет Dativ. Bestehen auf etwas Dativ. Nastaивать на чем-то. Итак, запомнили. Следующие глаголы. Давайте быстренько по ним снова пробежимся. А дальше мы работаем с глаголами, которые требуют чуть большей концентрации, и немного фантазии. Почему? Сейчас поймете. К примеру, есть глагол warten, ждать. Warten. Ich warte auf dich. Я жду тебя. Хороший перевод. Ich warte auf dich. Я жду тебя. Но вам лучше немножко тут призадуматься, и чтобы вот этот auf вам легче в следующий раз запомнился, вы можете для себя также перевести это предложение следующим образом. На тебя. Я трачу свое время ожидания. Ich warte auf dich. Na тебя. Я трачу свое время ожидания. Вот вы запомнили. Warten auf etwas Akkusativ. Oder auf jemanden Akkusativ. Следующий глагол. Aufpassen. Aufpassen. Такой интересный глагол, потому что если вам просто говорят ПАСС АУФ. То есть хотят обратить ваше внимание, говорят СМАТРИ, СЛУШЙ, ПАСС АУФ. Или, если ситуация того требует, говорят ОСТОРОЖНО. Да. Да, ты клетерешь так. ГУТ. Это конечно же что-то. И, конечно же, у этого АУФПАССНОВА есть предлог АУФ. То есть два раза АУФ, да? К примеру, я присматриваю за моими сестренками, братишками. ИХ ПАСС АУФ МАЙНЕ ГЕШЬВИСТА АУФ. В одном предложении два раза АУФ мы услышали. Но один АУФ – это просто для им приставка, ушла в конец. А второй АУФ – это наш предлог. ИХ ПАСС АУФ МАЙНЕ ГЕШЬВИСТА АУФ. Я присматриваю за моими братьями и сестрами. Или очень часто говорят БЕРЕГИ СЕБЯ, ПАСС АУФ ДИХ АУФ. Когда уходят, говорят, ну, БЕРЕГИ СЕБЯ, ПАСС АУФ ДИХ АУФ. Мы можем сказать НА СЕБЯ, НАПРАВЬ всё, ВНИМАНИЕ, ЗАБОТУ. Или НА ТЕХ, за кем ты сейчас присматриваешь, за кем ты сейчас следишь. То есть НА НИХ. Мы направляем своё внимание, заботу. И так вот легче нам запомнить, что АУФ ПАССН имеет, опять-таки, этот предлог АУФ. Ей манден АКУЗАТИВ. АУФ ПАСН. Присматривать за кем-либо. Я думаю, вы мою логику уже поняли. То есть каждый раз, когда вам нужно запомнить предлог, придумайте такое выражение, которое, хотя немножко, может быть, и отходит от прямо-таки конкретного прямого перевода, но всё равно вам даёт возможность легче привязать этот предлог к глаголу. К примеру, следующее слово Казалось бы, но это отказываться от чего-либо. Как я сюда АУФ привяжу, да? Ну, надо постараться это сделать. К примеру, я не курю, я отказываюсь от спиртного. Вот такие. Мне нужно АУФ, да, запомнить. Значит, на, это я не ведусь. На, это я всегда говорю нет. И так далее. Фантазируем, да? Итак, запомним. Верзichten auf etwas Аккузатив. Отказываться от чего-либо. На, это больше не ведитесь. Следующее глагол это Вы заметили, что у предыдущего глагола Я подготавливаюсь к моему экзамену. Но чтобы привязать в голове АУФ к sich vorbereiten, давайте возьмём на экзамен. Я кидаю все свои силы, всё своё терпение, всё своё время на экзамен, да? Потому что я к нему готовлюсь. Вот так вот я вам советую сочинять себе как бы близкие переводы и привязывать предлоги к глаголам. А дальше мы разберём словосочетания, которые тоже управляют этим предлогом АУФ. Все они имеют следующую конструкцию. ИХ БИН БЮЗЕ. Я ЕСТЬ ЗЛАЯ или Я ЕСТЬ ЗЛА. Я ЕСТЬ СЕРДИТА. ИХ БИН БЮЗЕ АУФ ДИХ. Ну, возьмём кого-нибудь в третьем лице. ИХ БИН БЮЗЕ АУФ ИН. Я НА НЕГО РАЗОЗЛИЛАСЬ. Легко запомнить, потому что у нас точно так же. НА НЕГО Я ЗЛЮСЬ. ИХ БИН БЮЗЕ АУФ ИН. Если НА НЕГО, ИХ БИН БЮЗЕ АУФ СИ. НА НЕГО Я ЗЛЮСЬ. Дальше. Можно сказать, если вы ещё сильнее разозлились, можно сказать ИХ БИН ВЮТЕНТ АУФ ДИХ. Я НА ТЕБЯ прям вот в ярости. ИХ БИН ВЮТЕНТ АУФ ДИХ. И дальше думаем точно так же. Вот я как бы направляю свои эмоции НА ТЕБЯ. И точно так же запоминаем рядышком. ИХ БИН НЕЙДИШ АУФ ДИХ. НЕЙДИШ. Здесь уже чувствую зависть и направляю это чувство НА ТЕБЯ. ИХ БИН НЕЙДИШ АУФ ДИХ. УДА ИХ БИН НЕЙДИШ АУФ СИ. ЗАВИДУЮ ЕЙ, да? Ещё одно хорошее слово. ИХ БИН АЙФАСЮТИХ. ДИ АЙФАСЮТ – это ревность. Тоже. Эту же эмоцию направляем НА КАОТА. ИХ БИН АЙФАСЮТИХ АУФ СИ. Уже ревную, да? АУФ СИ. Снова АУФ. Следующая наша эмоция. ИХ БИН НЕЙГИРИХ АУФ. На что мы направим наше любопытство? Ну, к примеру, на фильм. ИХ БИН НЕЙГИРИХ АУФ ДЕН ФИЛМ. ДЕР ТРЕЙЛЕР МАХТ МИХ НЕЙГИРИХ АУФ ДЕН ФИЛМ. ТРЕЙЛЕР. ДОСЛОВНЫ ДЕЛАЕТ МИЯ ЛЮБОПЫТНЫ. ИХ БИН НЕЙГИРИХ АУФ ДЕН ФИЛМ. ОЧИМ БЛИЗКЕ К ЭТОМУ И СЛОВО ГЕСПАНТ. То есть, я с нетерпением жду. ИХ БИН ГЕСПАНТ АУФ ДЕН ФИЛМ. ИХ БИН ГЕСПАНТ АУФ ДЕН ФИЛМ. И если сделать шаг назад и вернуться как бы к глаголам, то есть ещё один глагол. СИХ ФРОИН – это радоваться. И если вы как бы радуетесь тому, что ещё не случилось, а по-другому это означает, что как вы можете этому радоваться? Вы прям с нетерпением этого ждёте, да? Вы можете использовать вот это выражение очень часто в письмах. К примеру, я с нетерпением жду вашего ответа. ИХ ФРОИ МИХ АУФ ИРА АНТВОТ. То есть, Я АБРАДУЮСЬ ВАШЕМУ АТВЕТУ. Я жду вашего ответа. ИХ ФРОИ МИХ АУФ ИРА АНТВОТ. И напоследок у меня очень хорошее чувство. ИХ БИН ШТОЛЦ АУФ СИ. ИХ БИН ШТОЛЦ АУФ СИ. Я ГАРЖУСЬ ВАМИ. Направляю НА ВАС, АУФ СИ, это чувство, потому что вы молодцы. Вы только что запомнили довольно-таки много слов, которые управляют предлогом АУФ. Если вам понравилось, ставьте лайк. И Я СДЕЛАЮ ЕЩЕ НЕСКОЛЬКО ВИДЕО ВОТ ПО ТАКОЙ ТЕМАТИКЕ. ДАНКЕ ШЁН! АЛЛЕС ГУТЕ! ЧЮС! ИЩЕ ВОТ ПО ТАКОЙ ТАКОЙ ТЕМОВНИЗО! ЧЁС! 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 Ч pressure! ЧЁС! 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 ЧЁС!